Врачи говорят, есть дети, особенно маленькие, до трех лет, которые больше пяти минут держать рот открытым просто не могут. Операции под наркозом, а иногда малышам требуется починить и 6, и 8 зубов. Выход для таких пациентов и их родителей. Дети маленькие, как правило, может быть, где-то были напуганы уже один момент. Второй момент, как их родители настроили. Третий момент, ну, в принципе, ребенок может быть слишком энергичным и не может сидеть. Аппарат для наркоза немецкий обошелся в 13 миллионов рублей. Такими в стране оснащены в основном частные клиники. У нас помощь на нем можно получить по полису УМС. Правда, уже сейчас деток записывают на сентябрь, после тщательного обследования. Это и снятие КГ, это и сдача анализов различных. И последующий этап – это заключительная справка, которую дает врач-педиатр о том, что ребенок готов, соматически здоров. Решиться на операцию родителям юной Валентины из Павловского района было нелегко, но другие методы лечения для их малышки просто не сработали. Да и врачи сказали, что новый аппарат, подающий наркоз, может контролировать все параметры спящего ребенка. Этот аппарат оснащен всем необходимым для контроля, для экстренных ситуаций. Здесь есть аспираторы, здесь есть несколько режимов вентиляции. Ребенок заходит вместе с родителями, ему через масочку начинает подаваться анестетик, через дыхательный контур. Ребенок потихоньку засыпает. Анестезиолог здесь приходящий, ведь нужен специально обученный. Таких в городе не хватает. Это должны быть анестезиологи, которые имеют право работать с детьми, прежде всего, у которых есть допуск к детям, у которых есть опыт, ну и, конечно, желание. Обучить, к сожалению, мы такой возможности не имеем, но информацию мы располагаем везде, где можно, на всех сайтах. И еще об операции. На все про все 4 часа от подачи наркоза до пробуждения ребенка в специальном удобном помещении. Специалисты говорят, операционная оснащена таким образом, что вакуумный компрессор удаляет отходы препарата. Иными словами, врачи вредными веществами не дышат. Одной операционной, конечно, мало, чтобы принять всех желающих. Тем более, что юных пациентов становится все больше. Руководство поликлиники надеется, что скоро такая же операционная откроется в Новоалтайске. По крайней мере, аппарат для наркоза, столь же современный, уже закуплен. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.